оформление студии программа новый день цветочная мастерская фрэш признавайтесь все ли уже дома поставили елку все ли украсили дом это я к чему к тому что нас ожидают последние полноценные выходные уходящего 2018 года поэтому нужно все успевать всем здравствуйте всем здравствуйте тоже у нас студии уже давно царит новогоднее настроение сегодня 21 декабря пятница и мы конечно же в студии встречаем вас это яна попова и владимир быстрых сегодня отмечается день зимнего солнцестояния это означает что солнце поднимается на минимальную высоту над уровнем горизонта летом же наоборот но поднимается на максимальную высоту можно сказать что солнце на минимал как сегодня на минимум из 365 дней самая длинная ночь обычно выпадает на 21 декабря но когда год високосный эта дата переносится на 22 декабря и вообще с именно с этого дня как правило конечно же день становится больше ночь становится короче это значит что темнеть у нас будет позже и известен такой факт что ночь самая короткая это 7 часов то есть сегодня она у нас будет 12 часов а самая короткая это вообще 7 часов ну и наоборот когда на на пике вот этого переходы и день бывает самый короткий всего 7 часов после солнца выходит всего на 7 часов а вот тебе теме но это как правило бывает вот зимой как раз начале декабря скорее всего необычность этой декабрьской даты заметили еще наши предки день зимнего солнцестояния окружен легендами и мифами и сопровождались запровождался определенными ритуалами еще с тех с древних времен но чуть подробнее об этом ритуалах мы узнаем позже а пока верника кондратьева в рубрике ну и денек всем привет у меня для вас хорошие новости на предстоящих выходных вы сможете хорошенько выспаться почему потому что ночь с 22 на 23 декабря будет самой длинной в этом году не то чтобы прибавиться два часа и вы сможете понежиться в кроватке это дополнительное время просто именно в эти выходные случится зимнее солнцестояние но сегодня пятница а значит и поговорим о сегодняшнем дне 21 декабря праздник у кроссворда а именно день рождения представляете этой эрудированной головоломки уже больше ста лет появление первого кроссворда было естественно в газете правда в нью-йорк таймс должна заметить что в ангарских газетах тоже редко но появляются различные кроссворды сканворды чайнворды и прочие ворды вот вам подтверждение моих слов в виде фотоголоволомок из старых газет именно кроссворды скрашивают досуг когда ты уходишь маленькую комнату своей квартиры на важное совещание хочу заметить что не только разгадывание слов появилось 21 декабря в одной газете от 56 года наметилось появление некой календарины кто это будем знакомы меня зовут календарина в этом году мы встретимся еще много раз вместе узнаем как воспитывать ребенка вкусно готовить чем заняться на досуге так начинается один из первых листков календаря женщины на 1957 год хорошая идея каждый новый день перелистывая страницу календаря ты будешь узнавать что-то новое будь то рецепт блюда новый способ укладки волос или может быть секретная техника пришивания пуговиц чуть не забыла в этой же газете 21 декабря описывается торжественное событие случившееся 17 декабря этот день войдет в историю нашего города как день рождения первого цеха крупного предприятия легкой промышленности а именно ангарской швейной фабрики она оборудована по последнему слову техники и будет выпускать больше продукции чем все швейные фабрики области а вы знали что у швейной фабрики своя интересная история дело в том что на строительстве крупного предприятия не хватало рабочей силы и 140 швей сами решили помочь соорудить будущую фабрику они переоделись в робы и приступили к ремонтным работам видимо настолько хотелось приступить к швейным делам что девушки были готовы даже красить стены лишь бы скорее фабрика начала свою деятельность желаю вам такого же энтузиазма в вашей работе разгадывайте сегодня парочку кроссвордов на досуге очередной повод проверить свою эрудицию всем хорошего дня пока пока сегодня отмечается день зимнего равноденствия это значит что количество часов дня равно количество часов ночи вообще как известно китайцы первыми отметили в своем календаре солнцеворот он стал праздничным днем с подношением богам и отмечанием какими-то гуляниями у нас китайцы везде впереди планеты всей да даже солнцеворота то первыми заметили они древние же славяне особо почитали такое божество которого звали каллида по мифологии то он придумал календарь это к чему к тому что славяне именно в этот день тоже выпекали традиционный каравай символизирующий солнце они отмечали именно в этот день новый год зажигали костры чтобы вернуть солнце на горизонт считалось что 21 декабря если и не покрывает деревья то год будет урожайным и соберут много зерна мы будем сегодня видимо смотреть и не потому что нас очень сильно интересует урожай а вообще мы сегодня решили поговорить о разных интересных событиях которые были в разные годы поэтому прямо сейчас мы вам об этом расскажем да есть такие даты которые нельзя обойтись стороной например 21 декабря в 1879 году родился никто иной как иосиф виссарионович сталин настоящая его фамилия тоже многим знакома иосиф джугашвили вообще история появления вот такого псевдонима сталин с одной стороны просто с другой стороны не очень дело в том что перевод с древнегрузинского на русский такой стальной сын где джуга сталь а швили сын если такая версия что партийные правители двадцатых годов прошлого столетия среди которых были люди не русской национальности большинстве своем это евреи единомышленники сталина из грузии брали себе повально псевдонимы которые производные от крепких материалов такие как сталь сталин камень каменев чтобы внушить таким образом к себе доверие русского народа вот такие мысли бы людей мне кажется если бы сейчас современные люди брали псевдонимы у него будет там инстаграмов подворотов андеркотов это я про прическу да и так далее вообще на самом деле помимо дня рождения сталь на сегодня еще один очень важный повод это день кроссворда это слово приобрело название из того что слова пересекаются в поле да и получаются новые слова и перевод с английского такой дословно cross слово word буква позднее того как появился кроссворд у нас в россии один из писателей этот был набоков предложил русскоязычный вариант нашим людям и назвал его крестословица но он не прижился к сожалению и некоторые знатоки считают что люди разгадывали кроссворда еще в девятнадцатом веке вообще ника сегодня забавно в программе сказала что кроссворды в основном разгадывают в самой маленькой комнате своей квартиры но сейчас как-то эта тенденция ушла на задний план потому что сейчас в большинстве своем в этой самой маленькой комнате квартиры все сидят где в телефонах ну и последнее на сегодня событие которым хочется рассказать 21 декабря 1994 года академия российского телевидения учредила премию какой вы бы думали премию тэфи название образовано от слова телеэфир все просто это такая статуэтка виде мускулистого мужчины которая вручается за выдающийся вклад в работу российского телевидения мы с я на решили что к 25-летию этой церемонии мы обязательно примем участие наверняка выиграем вот так вот не скромно но честно да по моему у нас будут все шансы да думаю что у нас все получится пока мы слова здесь будем обсуждать спредничать как ну когда как мы будем отправлять на конкурсовые работы посмотрим игоря льгова и его рубрику юрист на связи здравствуйте меня зовут игорь льгов и это юрист на связи и сегодня мы поговорим о том как дети влияют на кредиты и кредиты влияют на детей заберут ли у банкротов их детей и что надо будет говорить коллекторам если те угрожают вашим детям и так если у вас есть дети и кредиты очень часто вам об этом напоминают коллекторы и вот сегодня я расскажу одну историю историю моей клиентки она когда пришла ко мне и спрашивает игорь а почему они не подают на меня в суд а просят деньги вымогает из меня деньги я им плачу при этом я психолог и все прекрасно понимаю что они давят на какие-то болевые точки я говорю ну вы сами ответили на свой вопрос и она привела пример когда ей позвонили сказали что ее детей а у нее двое детей 13 и 14 лет заберут органы опеки попечительства если то мама их не заплатит кредит она тут же взяла деньги и заплатила как сейчас помню 15 тысяч рублей хотя по закону она могла платить гораздо меньше если бы на нее подали в суд я вот этот пример всегда привожу что уважаемые должники уважаемые родители если у вас есть дети никто этих детей у вас не отнимет даже если вы не платите кредиты органам опеки попечительства ну откровенно говоря все равно за счет каких денег вы кормите своих детей а откуда вы взяли деньги на образование на обучение на еду детей органов опеки попечительства совершенно не волнует но у коллекторов есть иные способы запугать вас когда у вас есть дети ну например сказать что мы придем к вашим детям и или в школу или даже в вуз и будем разговаривать с ним у нас есть закон о коллекторах это в народе он так называется на самом деле у него более сложное название но суть этого закона заключается в чем в том что вы можете написать заявление в банк либо коллекторскую службу после которого вот вы пишете заявление в банк и это заявление вы можете написать если у вас было уже 120 дней просрочки и вот после того как это заявление поступило в банк сотрудники банка и коллекторских служб не могут вам звонить как подать это заявление в это заявление можете принести лично в банк но мы не рекомендуем этот способ потому что во первых вы будете бояться во вторых банк может не принять у вас заявление второй способ это подать через нотариуса также не рекомендуем потому что нотариусы с вас возьмут достаточно много денег за это и третий самый удобный и надежный это отправить почтой россии 200 220 рублей за письмо с описью и вложением и ваше письмо доставляется в банк и где-то через неделю но что касается детей они это делать и так не могут несмотря на то что заявление нету с несовершеннолетними детьми поэтому когда вас пугают и говорят что ну вот к вашим детям придем они вас вводят заблуждение они не имеют права общаться с несовершеннолетними детьми если так получилось что сотрудники коллекторских служб или банка перегнули палку по вашему мнению то есть нарушили закон вы всегда можете обратиться к тому органу который на наблюдает надзирает за ними а это служба судебных приставов поэтому если таким образом не разрешился вопрос то есть сотрудники банка после того как вы отправили заявление продолжают звонить и писать вы должны написать уже жалобу напишем это в службу судебных приставов это федеральная служба судебных приставов именно они контролируют деятельность коллекторских служб и вот недавно я слышал новость о том что одну из сотрудниц коллекторской службы там не осудили а все-таки приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей таким образом коллекторы реально боятся того что на них будут писать эти жалобы поэтому знайте свои права пишите заявление и не бойтесь того что ваших детей у вас заберут даже если у вас есть большие кредиты надеюсь эта информация была вам полезна в штате северная каролина участникам общественных объединений запрещено собираться вместе если они одеты в одинаковые костюмы причина проста дело в том что администрация боялась что таким образом будут собираться местные участники запрещенной организации в соединенных штатах америки куклус клана вот такие у них проблемы а на сегодня у меня все с вами был игорь льгов до скорой и встречи знайте и умейте защищать свои права а теперь пришло время напомнить о нашем благотворительном проекте который носит название поделись теплом на этой неделе мы вместе с вами помогаем благотворительному фонду семьи и детям все подробности вы можете прочитать на нашем сайте и в социальных сетях спонсоры этой недели фирма лактавит и благотворительный фонд красноштанова а прямо сейчас мы хотим показать вам небольшой сюжет как простая ангарчанка мама двоих детей сумела организовать благотворительное мероприятие помочь фонду семьи и детям предлагаю прямо сейчас его и посмотреть пожалуй каждый малыш любит играть веселые развлечения в комфортных условиях а так он мечтали ребятишки из приюта благотворительного фонда семьи и детям вот только современной игровой у малышей не было до сегодняшнего дня ангарчанка ольга кожухова решила помочь подопечным фонда и организовала благотворительную елку в клубе берлога я побывала у них фонде меня тронула их ситуация меня тронула ситуация мама одиночек многодетных с несколькими детьми я видела как они живут я видела что они нуждаются в этой помощи и если с помощью данного мероприятия мы можем извлечь еще дополнительно какую-то выгоду не для себя а для тех кто нуждается почему бы и ну и не сделать да с более ну как бы в преддверии нового года так скажем чудо стоимость детского билета 300 рублей взрослого 100 поддержали акцию пришли на елку более 250 ангарчан развлечения нашли и самые маленькие карапузы и ребятня постарше если крохи просто наблюдали за красочным шоу то школьники сами в нем участвовали стряпали новогодние пироги мастерили поделки из бумаги вообще все замечательно просто красочно костюмы замечательные деток водят из одной зоны другой и красят и шоу мыльные очень хороший праздник молодцы организаторы просто супер но самые довольные это конечно ребятишки из приюта фонда семьи детям ведь теперь они смогут с интересом проводить время в современной игровой пока их мамочки будут на работе фонд семьи детям весь коллектив наши наши подопечные выражают огромную благодарность такому неравнодушному человеку ольге которая перед новым годом организовала вот эту прекрасную новогоднюю акцию куда собрала всех жителей нашего города и они привели своих ребятишек купили билеты на эту акцию и благодаря проданным билетам вот собранные средства пошли на оборудование детской комнаты в нашем фонде в нашем приюте 70 тысяч рублей было собрано с продаж билетов на сказочное представление ольга одна из немногих ангарчан которая провела титаническую работу в помощь нуждающимся практически в одиночку на этой неделе телеканал актис совместно со спонсорами тоже помогает благотворительному фонду семьи детям итоговый сюжет о показанной помощи вы сможете увидеть в понедельник 24 декабря в программе новый день к нам присоединились гости точнее одна гость это анна вячеславовна садовская руководитель благотворительного фонда семьи и детям анна вячеславовна здравствуйте здравствуйте давайте познакомим зрителей кто может быть еще не знает о вашем фонде что у вас за фонд кто там живет кому вы помогаете каким способом ну это общественный фонд где собрались пенсионеры моего возраста для того чтобы помогать мамам из числа сирот сиротам постинтернатного возраста которые всего различных обстоятельств оказались неудел на улице а вот сейчас у нас в фоне живет четыре ой две беременные женщины 12 молодых людей в возрасте до 23 лет в основном 19-22 большинство из них коррекционное образование поэтому трудно в жизни особенно трудно в жизни устроиться пять мам с ними 12 ребятишек ой вру 8 8 ребятишек потому что еще семья одна полная мама папа и двое детей проживают у вас же не просто приют да вы же как-то помогаете восстановить и знаю документы да ну вообще по уставу наша задача помочь этим гражданам обрести крышу над головой для того чтобы быть способны вообще менять эту трудную жизненную ситуацию то есть дать крышу накормить одеть чем нас нам помогают очень горожане мы находим понимание нашей администрации которая помогает выделить выделяет жилье для этих граждан особенно где дети маленькие малолетние служба занятости буквально недавно предоставила место работы одной мамы у нее трое детей и вопрос стоял об изъятии детей из-за отсутствия дохода вот куми очень активно отзывается они предоставляют нам комнаты но комнаты не очень хорошем состоянии но для нас это даже хорошо потому что вот эти ребята которые проживают в фонде они имеют специальности строительные и реализуют свои профессиональные навыки да ну тренируются потому что по большинству не особо что-то делать умеют в начале а потом когда уже для одной мамы для второй такую помощь вот они делают во первых это и морально удовлетворение им приносит потому что сиротам всегда все общество помогает они только потребляют нашу помощь а здесь мы им предоставляем быть другими такими же как как все из общества у нас с этого месяца появилась охрана вот ее оплачивает самостоятельно предприниматель наш ангарский не захотела не захотела называть своего имени но нам это здорово облегчило работу потому что ночью оставлять мы просто домой уходим и оставляем все как есть по поводу помощи которая текущая сейчас требуется что нужно по нормативам требуется конечно какие-то охранные мероприятия проводить в фонде и мы сейчас уже обсчитали на камеры видеонаблюдения вот полный комплект около семидесяти тысяч рублей вот нам эти деньги надо будет как-то собирать в этом году зарабатывать но мы с ребятами зарабатываем тоже но вот эту проблему надо срочно решать потому что мы планируем выйти по закону 442 фазе реестр организации которые предоставляют социальные услуги и тогда у нас откроется еще одна возможность что нам будут компенсировать некоторые затраты связанные с предоставлением этих услуг и обеспечить работу в детской комнате вот благодаря телекомпании актис у нас такая обратная связь прошла просто шквальная что люди очень много несут одежды игрушек ну к новому году там всяких штучек мебели очень много собрали у нас же как бы проживание такое динамичное одни заселяются другие выселяют у нас нет цели чтобы они там годами жили максимум 6 месяцев проживают а потом получают жилье и на вторичном проживании все равно мы их еще не отпускаем они на сопровождении находятся мы их проверяем чтобы мы видели что мы не зря потратили время и они видели что мы просто так пообщались с ними и бросили вроде бы со священием проблема у вас да вроде как начала решаться со священием проблема решилась абсолютно вот после той встречи это знаете это просто было какое-то чудо потому что эту проблему мы два года не могли решить мы писали в разные инстанции электриком там ну очень большую работу проводили на месте не стояли и вдруг в течение недели вот мы поговорили на утро уже в этот же день мы вот в обед это когда вы у нас встречались в прошлом да 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 когда Алексеев Александр Лаврентьевич да Алексеев Александр Лаврентьевич сказал что готов это все сделать у нас уже в обед этого же дня состоялась встреча и на утро вышли электрики мало того один из наших подопечных неработающий получил возможность работать в этой бригаде он начал там помогать и мы услышали что в этой бригаде требуется штатная единица и прям вот так сложилось он по-моему завтра уже выходит на работу это здорово все прошло да и ушла неделя всего неделя и у нас весь фонд засиял сейчас идет ремонт ну в общем конечно это все вдохновляет потом наш попечитель неудачен Павел Геннадьевич выделил нам 15 тысяч рублей мы купили красивый линолеум в одной из комнат для проживания тоже мы постелили но ремонт все равно еще нужен да будете обновлять ремонт со временем вы знаете там ремонт у нас бесконечный поскольку 12 ребятишек 4-5-7 лет которые там катаются на велосипедах по коридорам надо же чем-то заниматься там всегда у нас все углы обитые все обкорябано обкалупано в одном месте заканчиваем в другом слова начинаем мы еще анонсировали сегодня в программе что Ольга Кожихова устроила вот елку недавно помогала вам как вы с ней познакомились все таки один человек молодец взяла инициативу на себя и прям у нее получилось здорово молодец девчонка если честно нам тоже отрадно за нее как вы познакомились с ней вот вы знаете у нас видимо люди такие вот не очень активные неравнодушные вообще особенные люди в ангарске очень добрые отзывчивые она сама позвонила к нам по моему телефон ей дали или в центре общественных инициатив или в новом ангарске потому что тогда неделя добра была и вот она предложила свои свои услуги для этого она нам позвонила и сказала приехала сразу же что вам нужно а в этот момент проходил щедрый вторник и ярмарка добрых дел ну в общем цепочка прямо вереницы прошла вот эта добродетельная деятельность и она нам позвонила приехал мы ее познакомили с нашей комнатой детской где принял участие и купил наш проект наш мэр александр сергей анатольевич петров купил наш проект пятьдесят тысяч рублей и мы на эти деньги купили хороший телевизор плоский пока еще лежит заканчиваем холодильник и необходимо было конечно оборудование для этой детской комнаты детская комната она у нас особенная она очень важная для всех в первую очередь для людей для мам для детей и для государства объясню почему мамы имея возможность оставить детей на 3-4 часа могут это время потратить на оформление вот этих документов утраченных это и проживающие мамы и другие женщины одинокие многодетные пожалуйста двери будут открыты всем в это время с ребятишками по возрасту занимаются волонтеры репетиторы даже по программам если это школьники и с маленькими ребятишками а рядом у нас находится класс компьютерного обучения где они дистанционно приобретают профессию социального работника это фонд оплачивает это по четыре тысячи нам подешевле сделали вообще это шерсть стоит да либо специалисты по социальной работе и одиннадцать бухгалтерия торговли и склад это развивается скажите пожалуйста ну вот прям можно сейчас на камеру повернуться и сказать как вам можно помочь куда обращаться если есть какие-то люди неравнодушные которые готовы вам помочь ну и какая помощь нужна самое главное ну нам нужна разнообразная помощь потому что работа очень большая и трудно ее даже описать в рамках маленького времени кто хочет поводиться с ребятишками поиграть приходите с радостью встретим требуется по ремонту тоже помощь волонтеры приходят по очереди делают вместе с нашими ребятами конечно собираем вещи особенно нуждаемся вещах на вот обувь и одежда для мальчиков для юношей вы делаете очень большое дело я думаю что обязательно и помощь будет и обязательно все вещи все цели которые вам нужно закрыть вы обязательно закрываете спасибо большое хочу чтобы центр у вас большой был развитый спасибо спасибо вам большое за вашу работу за то что к нам в гости сегодня пришли у нас в гостях была Анна Вячеславовна Садовская это руководитель благотворительного фонда семьи и детям заверши уходящий год сделав добро прими участие в благотворительной акции поделись теплом с 3 декабря на телеканале актис в программе новый день мы покажем и расскажем о том как работают общественные организации ангарска милосердие импульс семьи детям право на жизнь как спасают и помогают выжить давайте мы объединим наши усилия поможем тем кто беспомощен и не защищен присоединяйся поделись теплом подробности участия на сайте актис-тв.ру спонсоры проекта благотворительный фонд красноштанова и фирма лактовит ну а теперь еще о приятном новогодние подарки от сети серсенбаев с 26 ноября по 26 декабря соверши покупку на сумму от 1000 рублей получи шанс выиграть один из десяти наборов продуктов к новогоднему столу на сумму 10 тысяч рублей и другие ценные подарки акция продлится до 22 декабря розыгрыш состоится в программе новый день на телеканале актис 25 декабря подробности уточняйте в магазинах сети или на страничке в инстаграм серсенбаев 38 адрес вы сейчас можете видеть на своих экранах ну а теперь пришло время рубрики акцентология и мы сегодня слово разберем те слова в окончаниях которых чаще всего путаются ставить мягкий знак или нет честно у меня эти слова у самого вызывают очень часто трудность и когда пишешь там в какой-то в социальных сетях или на почте пишешь одно из этих слов постоянно задумываешься и как минимум на секундочку останавливаешься дело здесь в чем дело в склонениях я еще со школы это помню третье склонение женский рот на конце шипящая значит мягкий знак ставим сто процентов молодежь она моя на конце же мягкий знак нужен брешь то же самое рожь мышь все они женщины с с саламе в правом столбике все немножко иначе это мужской рот да мы сразу же можем это обратить внимание и второе склонение и в данном случае мягкий знак ни в одном из слов не ставит обратите внимание что на конце так же шипящий вы спросите а что же относится к словам первого склонения смотри это мужской рот и женский рот с окончание а�� например Яно женский рот окончание а первое склонение вова второй мужской рот окончание а первое сконение Яна, Вова, Ваня, Женя Прикольный ты придумала пример, а? Прикольный ты придумала пример, мы в первом склонении, ребята Вот так вот Сегодня у нас была программа, посвященная 21 декабря, точнее праздникам и важным датам, которые в этот день произошли Впереди гороскоп, мы с вами с Вовой прощаемся Хороших выходных, всего самого доброго Ну и самое главное, используйте сегодня максимальное количество часов из светового дня, потому что он у нас сегодня равный Гороскоп на 21 декабря Овер День принесет много хорошего, особенно удачно он сложится для тех, кто не боится сделать первый шаг к поставленной цели Телец Романтически настроенные представители знака смогут хорошо провести время с любимым человеком, если позаботятся о его комфорте Близнецы На работе вы можете быть в чем-то ограничены, бездействие так же сильно напряжет, как и активность Рак День подходит для начала работы над новыми проектами, как коммерческими, так и творческими Лев Возможно урегулирование каких-то финансовых или имущественных разногласий, вероятны денежные поступления Дева Очень насыщенный день, дел будет много, к тому же вернутся старые проблемы и им тоже необходимо будет уделить внимание Весы Вы будете намного лучше рассчитывать время, у коллег и партнеров по бизнесу появится осознанная необходимость прислушаться к вашим словам Скорпион Возможно вы и не догадывались, что начальство знало о вашем таланте Появится хороший шанс создать новые идеи Стрелец Этот беспокойный день может сложиться очень удачно, особенно у тех, кто посвятит его творчеству Козерог Хорошо пройдет романтическое свидание, время, проведенное наедине с любимым человеком, будет очень приятным Водолей День больше подходит для каких-то простых и понятных дел, чем для решения сложных и масштабных задач Рыбы Этот период на удивление беспокойный и столь же интересный, масса отдел потребует вашего непосредственного участия Редактор субтитров А.Семкин